вот он жуть пипец жуть пипец элемент примыкания установлен по самому краю оконной рамы 15 миллиметров не отступили трещинку уже появляется бугор уголок сетка неправильно установленной промерзание через колонну внутри конденсат подвальном помещении промерзание через колонну вниз уходит внизу вид экструдированный пенополистирол предварительно не зашкурен поэтому база легко отходит от экструдированного пенополистирола здесь тоже самое нет температурно-усадочного шва между фасадом и цоколем в единую базу закатали уклонение ровность уголки неправильно поставлены нет уклона под установку подоконного отлива опять же элемент примыкания по самому краю не отступили элемент примыкания на 15 миллиметров зарождается трещинка база мягко говоря не ровная вот попадешь на такую жуть пипец жуть и получишь вот такой фасад жуть пипец жуть пипец потому что в фасадах явно это жуть пипец не разбирается видите то есть полный набор нарушений технологий и софта к мокрый фасад вопрос еще есть ли тут гаишки диагональные косанки вполне возможно что их может и нет явно видно что люди были не обучены ничего не скажу поэтому здесь видите сантиметр во внутреннем углу трещина вполне возможно что здесь по конструктиву надо было заложить температурно-усадочный шов но ребята просто это нужно ли надо смотреть основу но здесь понятно как всегда замазывали поэтому у них вот он и все криво косо это ская система но кварцевую грунтовку наносили похоже валиком потому что нанесена она непонятно как следов от кисти во всяком случае не видно понятно да то есть угол с бурами видно не совсем удобно одной рукой то есть для самостройщика качество работ может быть и выглядело бы нормальным если человек сам делает себе сам перед собой отвечает но не для компании который считает себя жуть пипец жуть пипец жуть пипец не зашкурен экструдер есть вот еще есть интересное место ведь экструдер совсем не зашкурен как царапалки сделаны какие-то и все жуть пипец жуть пипец жуть пипец жуть пипец похоже на этой жутки нет ни одного прораба ни одного человека разбирающегося в фасадах потому что это просто откровенных халтера кронштейны под кондиционеры отсутствие температурного усадочного шва здесь ремонта больше лучше по ней ничего не трогали бы так